Поезд Министерства обороны России «Сила в правде» с аншлагом отработал во Владивостоке. Ключевой целью его является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрации успехов и достижений армии и флота. Приморская земля встречает поезд «Сила в правде», который подчеркивает и объединяет армию и народ в единый монолитный организм. Тот организм, который способен противостоять любым попыткам покуситься на нашу страну, на нашу историю, на подвиги наших предков. Этот поезд, который под приказом Министерства обороны прошел по всей стране, вышел с Киевского вокзала города Москвы 23 февраля. И пройдя все наши регионы, сегодня прибыл на свою конечную станцию город Владивосток. В состав поезда входит тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружений и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. А также представлены тематические вагоны с экспозициями сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, Минобороны России, Юнармии и тематический вагон главного управления кадров Минобороны, военная служба по контракту, выбор сильных. Организованные работы молодежной дискуссионной площадки «Разговор о самом важном», мастер-классы от студии военных художников имени Грекова, молодежные акции «Письмо на фронт», рисунок на фронт, а также торжественный прием новых участников в ряды движения «Юнармия». Быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Клянусь! Во Владивостоке поезд всего за несколько часов остановки посетили более 14 тысяч человек. Путешествие уникального поезда «Сила в правде» завершится в мае в Москве. Его прибытие в столицу будет приурочено к празднованию Дня Победы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.